Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у вас новая серия на проекте Amazon Holy Play. Сегодня будет интересное видео, в котором я зайду на свои старые аккаунты спустя долгое время, и вообще посмотрим, что это за аккаунты, что на них есть. Я вообще расскажу вам немножко историю про эти аккаунты, поэтому поставьте лайк и подпишитесь на канал. Я вам предлагаю сыграть в очень интересную игру, выгодную для вас всех. Слушайте меня внимательно. Теперь на канале будет новая очень классная игра, зависеть всё будет именно только от вас. Сколько за сутки здесь наберётся лайков, столько денег я и разыграю. Один лайк, это получается 10 тысяч рублей, то есть если будет на этом видосе за сутки 100 лайков, я разыграю миллион между вами. Если за сутки будут 500 лайков, то я разыграю 5 миллионов между вами. Как вообще принять участие? Вы просто берёте, ставите лайк на это видео, которое вы смотрите, и пишите любой комментарий. Потом с помощью программы я рандомно выберу комментарий, и этот комментарий получит от меня деньги. Поэтому просто возьмите, поставьте лайк и напишите любой комментарий, абсолютно любой, и вы уже участвуете в данном конкурсе. Также не забывайте вводить мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Ким. На пятом уровне получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере в Мазинху Леплей. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Итак, пацаны, вот мой самый первый аккаунт, который у меня вообще был, на котором я играл. Да, это не самый первый аккаунт у меня на Мазинге, но это самый первый мой основной аккаунт, на котором я играл. Здесь получается 33 уровень, ник называется Легенда Путбуль. Почему именно Легенда Путбуль? Да потому что это просто легендарный аккаунт, на котором у меня было очень много имущества, много бизнеса, машин на фублате. Но потом все это я потерял в один день. Каким образом? Мой аккаунт просто взяли и деактивировали по причине махинации с виртуальной валютой. Но никаких махинаций на самом деле не было. Просто у меня был знакомый Тимоха Добино, возможно, кто-то его помнит. Он, получается, в группе выложил пост, то, что продаст 1 миллион за 150 рублей. Руководство как бы это увидело и деактивировали его аккаунт за продажу виртуальной валюты. И потом, спустя неделю, он создал новый аккаунт и попросил меня дать ему 1 миллион, чтобы купить себе волчок. Я дал, получается, ему 1 миллион. Он купил себе волчок. И в этот же день вечером я зашел и мой аккаунт уже был деактивирован. Как я только не пытался восстановить свой аккаунт и писал на форум и снимал видосы. Но все было бесполезно. В итоге мне этот аккаунт не вернули. Да, его обратно активировали. Здесь ник, если что, был Кирилл Путбуль как бы раньше. Просто я этот ник перекинул на другой аккаунт, потому что мне этот ник больше всего нравится. Ну, а здесь я сделал ник Легенда Путбуль, потому что все-таки это легендарный аккаунт, который я как бы очень раньше любил. Это раньше была моя основа. Как бы, если вам интересно, я вам потом отдельное видео запишу и покажу вообще, какое здесь было имущество перед деактивацией. Я думаю, вам это будет интересно. Но имущество реально было очень крутое. Давайте я вам покажу, в принципе, статистику. Статистика здесь получается вот такая вот. 33 уровень. Деньги 39 тысяч. Мобильный счет 8 тысяч. Кстати, здесь номер прикольный у меня есть. 88 4 семерки. У меня когда-то этот номер был на другом аккаунте, но я потом этот номер перекинул сюда. Ну и вроде бы здесь больше как бы ничего такого нету. Давайте скиллы, наверное, посмотрим, что вообще здесь есть. Навыки на работах. Вот, давайте посмотрим. Так, навыки на работах. Везде, в принципе, ничего нету, да. Потому что этот аккаунт, как бы, был деактивирован. И все скиллы здесь были, как бы, облудлены. Да, у меня вот здесь есть дальнобойщик. Я три рейса всего лишь сделал. Кстати, если вам интересно, можно было бы рейс покатать на этом аккаунте, потому что уровень мне, как бы, позволяет. Можно было бы, стуля, допустим, начать скилл дальнобойщика. И все это делать на стримах. И вот мой следующий аккаунт, который я хочу вам показать. Здесь ник Кирилл Красава. Этот аккаунт создавался для того, чтобы на нем играть, когда мой аккаунт основной был в бане. Получается, я получил три варна и получил бан на семь дней. И я хотел играть, поэтому я создал себе новый аккаунт, который развял, как бы, с нуля. Я пошел в армию, там служил. Потом меня разбанили, и этот аккаунт, в принципе, забросил. Хотя на этом аккаунте у меня тоже было неплохое имущество. У меня здесь было несколько машин. Я помню, у меня здесь был Лексус. Еще какие-то машины были. Ну, короче, здесь я реально тоже играл, развлекался, в принципе. И аккаунт был довольно-таки неплохой. Да, уровень, конечно, здесь не сильно большой. 11-ый. Как бы, аккаунт был чисто для того, чтобы поиграть недельку, пока основной аккаунт был в бане. Давайте я вам покажу статистику, потому что я, честно, сам не помню, что здесь вообще есть. Так, здесь у нас есть почти 100 тысяч. Да, 100 тысяч у нас здесь есть. 11-ый уровень. Ну, и больше здесь, по сути, как бы, ничего нету. Вот такой вот у меня здесь скин есть. Я, кстати, не знаю, есть ли такой скин вообще в магазине одежды, потому что я почему-то такой скин вообще ни у кого не видел. Напишите, пожалуйста, в комментариях, такой скин есть в магазине одежды или нет. Прикиньте, это какой-то эксклюзивный скин, который есть только у меня. Я реально охуею просто. Так, давайте, наверное, посмотрим инвентарь, в первую очередь. Ресурсы. Так, здесь тоже есть марихуана, есть патрончики. И все, больше здесь ничего нету. Давайте, я думаю, посмотрим еще скинлы, какие здесь есть. Потому что я, по-моему, здесь работаю дальнобойщиком, если я не ошибаюсь. А не, нихера почему-то нету. Хотя я вроде бы или не работал я дальнобойщиком. Короче, я не помню, пацаны, работаю я дальнобойщиком или нет. Я почему-то думал, что работаю дальнобойщиком. Но здесь в итоге ничего нету. Вот, с первой банки я 7 раз ходил и все. Реально, больше я ничем здесь как бы не занимался. Я, кстати, на том аккаунте, на первом, забыл посмотреть призы. Комплект гангстера есть. Ёбаный, рот. Можно пойти подэмить. Вот это, я понимаю, движуха, пацаны, да? Комплект гангстера у меня здесь был, оказывается. Блин, на том аккаунте я забыл посмотреть призы. Я хотел посмотреть. И что-то я выходил с аккаунта, думаю, блядь, что-то я забыл посмотреть. Я забыл посмотреть призы. Если вам интересно, что было на том аккаунте, который меня деактивировали перед деактивацией. Какое там было имущество, какие были машины. Потому что я уверен в том, что не все меня смотрели, когда мой аккаунт деактивировали. И многие не знают, чем я владел перед деактивацией. А имущество реально было очень классное. Поэтому, как бы, если вам это интересно, просто напишите мне об этом в комментариях. Я пойму, что нужно записать такое видео. На двери много чего написано. А если так? Не, ну это уже посильнее, понимаешь, братан? Это уже не честно. Я даже не знал, что он администратор, ебать. Нихуя себе такой, ебать, залетел на огород к админу такой. Пушку на него навел такой. А если так, ебать, такой админочку такой подрубил, ебать. Нихуя себе сюрприз, мазефака. Ладно, пацаны, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok